всем привет друзья доброго времени суток вы на канале дима малыш в эту августовскую 5 пятницу значит у меня сейчас за бортом 9 20 утра нахожусь в городе гринсборо северная каролина вот как раз сейчас проезжаем развилку 40 85 вот и двигаюсь я на загрузку буквально осталось ехать мне 10 минут вот будем забирать по моему если я не ошибаюсь какие-то помпы две небольшие помпы это то что мне сказали по телефону брокеры груз достаточно легкий маленький платят хорошо но расстояние небольшое буквально на один день пути вот сейчас приедем загрузимся посмотрим но дальше расскажу что да и как пойдет что все именно так как я себе и представлял значит две помпы они меня уже ждут вон там значит сейчас мы развернемся они сказали будут грузить меня прямо здесь на дороге но это въездная дорога то есть ней не дорога общего пользования а въездная дорога вот здесь у них есть место где можно развернуться сейчас мы развернемся и будем грузиться сейчас развернем вот вторую сторону откручиваем поднимаемся вот видите если я если помните рассказывал значит порвал он раз два три 4 там еще 5 латочка пришлось поставить слава богу там дырки были небольшие но как есть так вот 4 замка раз два три 4 обычно я бывает если получается возможность открываю только заднюю часть прицепа сегодня у них тут маленькие помпы так что будем грузить их через середину есть и теперь вторую сторону это и и а и и и и и и и и по креплению понимаете да все очень просто две стропы 1 2 и готова сейчас едет в нас вторая помпа мужичок что-то подкрашивает воняет краской жуть чем просто красят с баллончика тут у нас что-то масло какое-то капает с этого американское качество хотя не написано сделано в китае она наверное может это какой-то вот этот вот переходник может быть сделан в китае сам а тут местные куски трубы там всякие соединительные штуки здесь уже собирают закручивают подкрасили ну вот и местное производство второй пошел хорошо они сразу на таких кубиках стоят все загрузились просто мгновенно новые уже и поняли что тут ставить эти две помпы заняло буквально этот ну пять минут от силы пока я закрепил мужик сходил на этот принес мимо мои документы так что я делаю видите подтянул дальше может быть не все прицепы работают так как я делаю но у меня вот так вот значит теперь надо одеть вот эти уши раз и вот это все ушки одеты видите раз два все она никуда не убежит а теперь я затягиваю середину так все очень быстро есть есть верхушка верхушка открыть прицеп закрыть занимает ровно три минуты все здесь готова ну и дальше идем опять на мясорубку крутить тут уже неважно с какой стороны начинать он видеть значит у нас вот такой морщинистый он идет сейчас моего натянем все одну сторону натянули и вторую теперь опускаем нашу калитку вниз и готова так изучаем бумаги значит у нас две пункты одна весит две тонны а вторая весит одну тонну то есть общий груз 3 тонны и двигается у нас значит из города гринсборо северная каролина едет на штат теннесси город мэнфис и так значит у нас пятница ехать тут приблизительно 650 миль груз должен быть по понедельник поэтому сейчас я еду домой ставлю трак пятница суббота я дома и воскресенье рано утром выдвигаемся как вам план план что надо значит тут есть небольшой нюансик если вам видно вот вот там такая горочка можно немножечко присесть днищем вот чего я боюсь возьмем немножко по диагонали попробуем вот блин то о чем я и говорил видите баки прошли нормально все а здесь бесит меня сейчас будем подкладывать доски мучиться короче не так так легко как оказалось смотрите видите чистые колеса а эти уже в общем прокручиваются здесь мы уже прошкребли сидим короче сел так нормально вроде бы я не этот не рвал вперед сильно но присел немножечко есть такое дело вот этот вариант сейчас спустить подушки чтобы понимаете подушки не хочется спускать потому что я еще ниже сяду но вариантов нету блины вот это вот не хочу вырывать ладно сейчас будем мучиться как говорится только я позволил себе сказать что загрузка произошла быстро ну и тут же меня поджидали проблемы вот что пришлось ребята сделать но как бы это само собой подразумевал а правильно значит пришлось мне давай спускайся подождем воскресенье полдень так у нас штат пенессии город ноксвель немножко я не этот посмотрел gps навигатор в общем попал небольшую пробочку ну я тут вроде бы по правой полосе проскочил пару километров пробки но еще пару километров надо будет сейчас потолкаться солнечные батареи миллион стоит чем дышит и живет город ноксвельд друзья я честно говоря даже не знаю может что-то здесь особенно есть давайте соцопрос блиц опрос погуглите расскажите становился значит на обед кто тоже штат теннесси выбрал такое спокойное место видите сейчас народу немного и парковался что включил камеру хотел показать тут интересный прицеп значит мой называется прицеп стебе канистога канистога либо кутин сайт либо софт сайт это мягкая сторона либо шторная сторона либо канистога называют стебе к потому что вот и либо дроп дек то есть снижен нижний дек получается обрушенный а вот этот прицеп друзья называется дабл дроп канистога либо лобой канистога видите дабл потому что у него двойной верхний дек есть задний дек из и нижний дек такие прицепы ну большая редкость их уже если строят то строят получается специализировано видите для какого-то конкретного груза скорее всего это для перевозки стекла большие стекла для высоких таких небоскребов ну либо просто для зданий где просто огромные стекла их вот так вот ставят домиком треугольничком да и вот все получается сзади у него эта площадка практически никогда не используется а передняя площадка служит больше уже как метрозащита потому что она в основном тоже никогда не используется там внутри вот только нижняя часть такие прицепы это редкость что ладно пойдем будем искать чтобы будем сегодня кушать так 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 и так сегодня обедаем в супер вкусном ресторане а главное полезном сейчас вам покажу картошечка свежепожаренная сочная и куриный такой вот у нас бургер сэндвич ну это все дело с кофеечком так что мне друзья я прятомьте так ну что ребятки приехал я на трак стоп значит мест еще куча при навалом встал специально чтобы слева никто не припарковался ну естественно чтобы справа тоже было уже занято чтобы с меня здесь по сторонам никто не парковался но есть проблема я не знаю видно не видно насколько близко здесь расстояние к соседним тракам вот это большая проблема которая меня пугает но лучше мест честно говоря нету не знаю я куда встать так чтобы меня никто не задел солнце еще высоко 6 вечера надеюсь я посижу посмотрим чтобы тут припарковать даже мне с утра будет проблемно выехать если передо мной будет кто-то стоять да ну ладно посмотрим как там будет в общем пока отдыхаем сижу я сегодня вечер и завтра утром поедем на выгрузку Менфис понедельник так доброе утро друзья понедельник значит еду по кольцевой Менфиса сейчас уже ровненько 9 утра мне до выгрузки осталось 15 минут я специально чуть попозже проснулся чтобы приехать уже после всего движника значит это хорошие новости а не очень хорошие новости ну первое то что у меня нету груза вот и пока я подъезжаю буквально вот 10 минут осталось появилось несколько грузов таких ну более менее неплохих но сейчас поступил звонок из компании значит в Америке есть такой закон буквально не знаю последние два года он вступил в силу насколько я помню может позже вот любой водитель имеющийся дел права и трудоустроенный может быть вызван на рандомный драг тест тест на наркотики значит вот мне сейчас позвонили с компанией и говорят что вы обязаны сегодня пройти этот тест в общем он говорит разгружайте ваш груз и я вам пришлю документы пришлю все направления в общем укажет адрес клиники и мне придется сегодня ехать сдавать этот тест они как бы ну по боку то есть естественно все нормально со мной но проблема в том что я не хочу терять время но это никого не волнует такой закон поэтому ладно сейчас будем разгружаться а после этого пойдем еще в банку писать в общем разгрузился и сейчас даже видите короче еду в другой штат ну тут по соседству потому что Менфис он на границе прямо находится с Арканзасом получается этот тест на наркотики я должен буду сдавать в штате Арканзас не потому что это обязательно именно Арканзас а просто потому что ближайший вот там есть большая парковка возле магазина там можно будет поставить трак и уже пешочком дойти до до самой клиники такая вот река видится делит штаты ну и большой получается автомобильный мост и рядом с ним параллельно еще и железнодорожная ветка железнодорожный мост ну вот собственно я приехал такая вот большая получается торговая точка много места для парковки а клиника где-то там ну как клиника короче офис пойду искать да ну они тут и спрятались конечно значит он у нас получается самый левый офис так ну что господа товарищи пришел я домой значит вот бумажки сдал я получается тест на наркотики ну на наркотики сто процентов нет потому что не употребляют вот и еще был тест на алкоголь в трубочку дышал вот могу вам показать значит вот видите результат ноль 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 короче три нуля по нулям даже кефир не пил вот ну что день как говорится одиннадцать двадцать три день профукан это только если большая удача если у меня получится найти что-то на сегодня сейчас я посмотрю куда я могу переехать потому что здесь на парковке возле магазина я точно стоять не буду вот наверное поеду куда-нибудь на какой-то тракстоп ну что пошел второй день как дима без работы сидит короче вчера я сделал этот вот тест на наркотики было утро потом я приехал на стоянку буквально здесь было десять минут ехать ну где-то километров шесть семь и все короче я здесь был в двенадцать ну скажем так полдня профукал полдня еще осталось как бы шанс конечно был найти работу но было мало но был большой шанс найти работу на сегодня и что бы вы думали я вчера просидел целый день в поисках вот в телефоне в телефоне целый день на этом на доске с грузами в общем ничего не нашел либо все очень дешевое либо все очень такое маленькое то есть там буквально сто-двести миль проехать пикап на завтра то есть типа загрузка к примеру я вчера смотрел но загрузка на сегодня загрузка на завтра то есть на получается на сегодня что у нас сегодня вторник то есть Груз был на вторник С выгрузкой на среду За 500 долларов проехать 100 миль Допустим На 3 дня я бы заработал 300 баксов Такие грузы я просто Даже не рассматриваю Такой груз я рассматриваю Только в одном случае Допустим в понедельник я выгрузился На завтра ничего нет И тут что-то выстреливает Вот такое Буквально мне ехать Когда тракстоп было 10 минут То же самое выходит какой-нибудь груз В 10-15 минутах езды Сегодня срочно подобрать 500 долларов платят Завтра утром выгрузится Такой груз да рассматриваю То есть 300 долларов заработок Но понимая то что ты все равно уже день теряешь То есть ты уже ничего на сегодня не найдешь То лучше заработать там эти 300 долларов Чем просто просидеть Тогда да ты берешь Почему говорю 300 Потому что 500 минус топливо Минус процент компании Минус какие-то еще расходы И получается где-то Мой чистый доход с груза Это где-то 60% от груза Если брать уже чистыми Ну 60 наверное Может 55 когда как В зависимости по-разному Поэтому 300 говорю И все И вот я короче сижу И сегодня я так понимаю Что ситуация не изменится В общем ситуация на рынке с грузами Точно такая же как и вчера Не знаю с чем это связано Сейчас опять топливо подорожало То есть было какое-то Понижение То есть у нас было вообще зимой Там по 5 долларов По 5 с половиной за солярку Вот В прошлом году Так там вообще до 6 по-моему доходило Вот А потом было снижение 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 В общем Снизили цены на 3 бакса За галлон Даже было В некоторых штатах Можно было заправиться И подешевле Где-то там за 2.80 То есть По таким ценам То есть можно было ездить Сейчас соляра опять выросла Сейчас соляра опять По 4 бакса По 4.5 А грузы Все так же дешевеют А грузы Средняя цена 2.5-3 бакса То есть 4.5 Доллар За галлон Цена топлива И 2.5 За груз А должна быть 4-4.5 При такой цене За топливо В общем Ужас Еще Один конечно Такой нюанс Это жесть На улице Катастрофическая жара Я не знаю Это какой-то абсурд В общем Вот Открываю погоду Смотрите Вест Менфис Я нахожусь Западный Менфис Сейчас Сейчас на улице 9.48 И уже 31 градус И вот у нас Температура На неделю Посмотрите Просто все время Солнце 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 Ни капельки дождя И днем Температура До 40 градусов Я вчера сидел В грузовике Целый день Это просто Невыносимо Кондиционер Работает на полную В кабине Ну конечно Можно находиться Но Это просто Какой-то ужас Это катастрофа Но дверь Из машины Не открыть Если выйти из трака Просто задыхаешься Дышать нечем Влажность Зашкаливающая Не знаю Как я сегодняшний день Переживу Я очень хочу Найти груз И уже куда-то Сесть и уехать Желательно Посевернее Потому что Невыносимо Очень жарко Я Я не жаролюбивый человек То есть Я люблю конечно Теплую погоду Там плюс 20 Но не плюс 39 Или 40 Короче Это перебор Плюс еще с влажностью Там 95% В воздухе Это конечно С ума сойти Так что Вот так вот У меня рейс Закончился Очень конечно Не хорошо Буду надеяться Что Ситуация изменится Что я что-нибудь Найду Хорошенькое И И начну Для вас снимать Что-то новое На сегодняшний день Друзья Выпуск я заканчиваю Всем спасибо большое Что оставались Остаетесь И смотрите меня По-прежнему Всем пока Спасибо До новых встреч